Какой? Каким цветом у меня цвет? Я буду фиолетовым. А я? А мне каким? Я не знаю. В свои 6 лет Арина по интеллектуальному развитию не отстает от своих здоровых сверстников. Девочка знает все цвета, цифры, буквы и уже изучает английский язык. А в свободное время малышка любит заниматься творчеством – рисовать, лепить, делать поделки. И всегда рядом любимый помощник – мама. Самое главное, что отличительная какая у нее особенность – она очень-очень нежная. То есть она очень тактильная, ей нужно всегда обниматься. То есть вот она прям моя-моя, то есть она не будет от меня не отряхиваться никогда. Ну если, конечно, плохое настроение, она там может что-то мне сказать. Но, тем не менее, она всегда очень чувствительная. Проблемы со здоровьем у Арины стали очевидны, когда малышка только появилась на свет. Лидия ждала двойню. Но на 28-й неделе во время УЗИ врачи увидели – один плод умер в утробе. На спасение второго оставалось несколько часов. В итоге Арина родилась недоношенной. Два с половиной месяца потребовалось провести в больнице. А дальше начался долгий путь реабилитации. Она совершенно была беспокойная. Она не спала ночами от слова совсем. То есть с 10 вечера до 7 утра это были постоянные плачки. То есть кто-то там из мамочек скажет – ой, Лид, да полно у нас у всех так нет, не так. Ребенок просто не прекращая плакал. Это были ни зубы, ни колики, ничего. Это была именно мозговая активность, повышенное внутричерепное давление. В два года Арине врачи поставили диагноз – детский церебральный паралич. Заболевание у ребенка в первую очередь отразилось на опорно-двигательном аппарате. Ребенку сложно контролировать свое тело. Ходит малышка зачастую на носочках. Есть проблемы с подвижностью рук. Из-за физических ограничений Арине тяжело играть со своими сверстниками на детских площадках. Она не так активна, как большинство детей. Тем не менее, друзей у ребенка хватает. Арина ходит в детский сад и воспитатели отмечают – девочка очень коммуникабельная. Ариша очень добрая девочка. Любит дети с ней играть, выступать вместе с ней, делится игрушками всегда. Но немножечко, конечно, она отстает в офис культуре физически. В России диагноз ДЦП считается неизлечимым. По сути, единственное, что предлагает медицина в нашей стране при таком заболевании – лишь поддерживающую терапию, при которой в лучшем случае не происходит отрицательная динамика и состояние здоровья остается на одном уровне. Но у Арины появился шанс значительно улучшить состояние здоровья. Девочку готовы взять на лечение американские врачи. Ребенку предлагается провести операцию, в ходе которой будет отрезана в позвоночнике одно из нервных окончаний, отвечающее за спастику в конечностях. Подобные операции уже проводились, у пациентов действительно наблюдалось значительное улучшение физического состояния здоровья. При этом эту операцию берут не всех. Арина была выбрана, так как у нее болезнь не отразилась на интеллектуальном развитии. И после снятия физических ограничений у ребенка велики шансы начать полноценную активную жизнь. Это чудесный шанс. И это единственная возможность помочь ей избавиться именно от физических дефектов. То есть, да, я повторюсь, мы не говорим о том, что мы такие прооперировались и все у нас стало хорошо во всех отношениях, мы полноценные дети, нет. Но самое большое мы уберем, самое серьезное мы уберем. То есть с помощью этой операции. Помимо операции на позвоночнике американские врачи проведут еще одну операцию, ортопедическую в ходе которой будет исправленная деформация ноги, возникшая из-за ходьбы на носочках. Как следствие, после лечения ребенок больше не будет испытывать боли в конечностях. Сейчас Арина порой не может спать ночами. Так сильно болят у ребенка ноги и руки. В общей сложности лечение в Америке и дальнейшая реабилитация будет стоить более 6 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет, поэтому было принято решение открыть сбор средств. На своих экранах вы сейчас видите номер телефона мамы Арины. Он привязан к банковским счетам. По нему можно перевести деньги и тем самым помочь семье дать шанс ребенку на полноценную жизнь без болей и ограничений. Ирина Шульга, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».